Всех приветствую! Продолжаем ознакомиться с актрисами и биографией и фотографией. Мот Адамс, американская театральная актриса, родилась в Соут-Лейк-Сити в семье Мормона 11 ноября 1872 года. Ее мать была актрисой. Юная Адамс провела свои первые годы в частых гастролях с ней по провинциальным театрам. Дебют ее состоялся в возрасте 9 месяцев, а в 5 лет она уже выступала на театральных сценах Сан-Франциско. В 1888 году состоялся дебют на Бродвее, что положило начало ее яркой и успешной карьере на сценах Нью-Йорк. Я пользуюсь переводной википедии. Большую популярность в последующие годы ей принесли роли в пьесах Бал Маскарад, Бабочки, Кристофер Младший, Маленький священник, Орлянская дева и Питер Пен, роль в которой сделала ее главной звездой Бродвее начала 20 века. И приносила неслыханный по тем временам доход 20 тысяч долларов в месяц. В 1909 году чешский живописец Альфонс Муха изобразил актрису на одном из своих плакатов в образе Жанны Дарр. В мае 1917 года на пике своей популярности актриса покинула театральную сцену. В дальнейшие годы Адамс сотрудничала с компанией General Electric, где принимала участие в создании более мощных и эффективных осветительных приборов для театра. В конце 1920-х годов она на короткое время вернулась на театральную сцену, где приняла участие в ряде провинциальных постановок пьес Шекспир. Актрисе неоднократно предлагали появиться на большом экране, но все переговоры с ней каждый раз заканчивались провалом. С 1337 по 1443 год Мот Адамс возглавляла отделение драматургии в колледже Стивенс в городе Колумбия, штат Миссури. На протяжении многих лет своей жизни актриса поддерживала тесную связь с монахинями католического ордена сестер Сионской горницы. В 1917 году она даже подарила им свое имение на Лонг-Календе для послушниц ордена и затворника. В середине 1940-х годов Мот Адамс уединилась в своем загородном доме, где и скончалась в 1653 году в возрасте 80 лет. Ее тело было перевезено на Лонг-Айленд, где без лишнего шума погребено на кладбище монастыря сестер Сионской горницы. В настоящее время в ее имении, переданном ею монахинем, размещается церковный приют и музей памяти Мот Адамс. Ну вот так вкратце из переводной википедии у американской театральной актрисы Мот Адамс. Пока-пока, до свидания, смотрим фотографии. Субтитры создавал DimaTorzok